стафаланец кривая улица она разумно сочла что проснуться можно к обеду съела лепешку запила кипятком в котором размочила пару сухарей полюбовалась красивыми купленную вчера чулками сгубившими третье месячного дохода спрятала их и вышла на улицу девушка сразу поняла что одета легче чем надо бы подняв капюшон и убрав руки в карман и ускорил шаг придавленные тучами старые две эти этажки покрылись за ночь темными сырыми пятнами их пустые верха слегка укрывала сизо и звесь плывущие с уныло коптящего железного завода пахло дымом и близким дождем надо сменить обувь насадливо подумала на на миг пожалев что купила другое но чулки нужнее отметила путница сворачивая надо отвращение знакомую кривую улицу всего-то нужно спокойно неспешно прохаживаться иногда просто стоять семь домов по нечетной стороне от угла одного квартала до угла второго не нужно а одернувала себя ей бы в голову не пришло уходить сюда не убавься полгода назад довольствие швейном цехе настолько что еле хватало оплачивать каморку на длинной стене и зимний уголь даже по летним ценам даже самой дрянной про мясо пришлось надолго забыть подработки на рыночной кухне и в прачечной где находилась из приходилось изнурять себе жарким чадом и портящим кожу кислым мылом за половину плату ели покрывали расходы зато позволили дополнить рацион рыбы это не жидкая баланда на рабочих обедах а потом ее и вовсе уволили из цеха иметь девушка родных или хороших друзей она бы тоже вряд ли тут оказалось но советоваться было особо не с кем и мучиться пришлось в одиночку оставшись в конце лета без угле сильно осунувшись за предшествующие месяцы продав оставшиеся без дела отцовские вещи и перешив под себя нехитро одежду матери она решила немного себе помочь бывает же счастливцы что случайно находит на улице дорогой берстин или блестящую к золото желтую денежную пластинку получают немало и быстро почему бы не организовать похожую случайность разок-другой все только вместо слепого случая будут вполне зрячие и ценящие ее молодость причины а пластинки будут пожалуй белые ничего ей хватит кривая улица место нечистое но не селиться же тут раза в месяц вполне достаточно кто следит за скромной девушкой молча гуляющий по центральному массиву местные не прогонит если знать нужное время день и ранний вечер время тихо и когда нет топ работяг и людос недалекого рынка в толпе могли оказаться как мрачные грубые личности так и знакомые и тех и других она страшно боялась а днем легче к тому же право выбора всегда за ней сегодня был ей пятый раз она думала что вовремя остановится она еще считала к ней привязался студент и смутившие и гневными словами ориентировался как и подвыпившие мастеровой выбравшийся из лавки ничто не выдаст ее цели здесь пока она не вытащит из кармана левую руку с ярко окрашенными ногтями нужный не являлся девушка усмехнулась про себе размечталась любительница приключений мимо шаркала ворочливые старики проехал жадно жидкодымя черный грузовоз с горой мешков угля а вот кучка веселых бойцов мех корпуса полной форме при мечах с интересом глядели и пошли дальше обмениваясь предсказуемым фразами они всех девицы разглядывают это известно неужели сестер из корпуса не хватает встретились два ментора из университета в черных плащах и шапочках без козырках молодой и постарше оба с ясными строгими чуть презрительными глазами смотрит так на все вокруг и на нее молодой почти сразу понравился сама себе не удержав повернулась вслед и он оглянулся чуть отстав от спутника нет что-то творишь глупая обожглась и на ярким стыдом как было и прежде теперь мужчина вызывал только брезгливости глухую ненависть не сделав и шага к ней ментор хмыкнул и сверкнул свернул за угол вслед старшему из-за угла вывернула кляща везущие скрипучую телегу распространявшие вони выгребной ямы ну и ладно пришла облегченная мысль девушка двинулась обратно поломертвой улице совсем опустела неохотно равнодушно посыпался мелкий дробный дождик пешеходка зашмыгла носом рябая рябая кобылка плохая наградили ее дразнил кочемазые дети шли прочь и замахнулась она на них и прогнав задумалась почему рябая ответ дало неуютное покалывание выкрах застиранные белесые челки покрылись горошинами крупных дождевых капель начало темнеть холод проник в откуртку девушка поездилась подняла воротник и вобрела вдоль стены проклиная свою затею и правда дура делаешь что попало хватит домой доброго дня прозвучала спиной перед ней отделенные метром водянистого марева стоял тяжелой человек в буром мешковатом одеянии на мятой шляпе котелке торчало жухлое гусиное перо оттловатое лицо исчерчили морщины а на месте усов бровей и бакенбард борознобой торчали неряшевые пучки седых волос как у промокшего и начавшего ссохнуть кота старик вежливо улыбался распространяя слабый дух каких-то лекарств и тихой ночи недружелюбно откликнулась девушка то уж день не задался хотя в тому урок не ходи сюда больше чего вам простите но я так подхожу не подходишь словно подумала на мы совсем не знакомы но у меня к вам небольшая просьба даже предложение какая незнакомец смотрел на нее со смесью опаски и наглого любования будто голодный на кусок сыра которую он задумал стащить с прилавка вы интересная славная девушка только сейчас вот утомились и наверное замерзли вы бы в теплое и спокойное место дойду сама спасибо фыркнул славная девушка мужчина стал печален ладно давай так хотите получить три желтых пять белых брежние разы она просила меньше считает достаточно для твердого хоть и нелегкого подавления в грузине совести но этот вы меня с кем-то спутали господин отвернулся на проспите и здоровье вам погодите он потянулся к ней с видом топающего 5 желтых мужик от ввянь зашипела на а то отшатнувшись от толепущего любителя жизни не хватало еще касание этого замусулины мразоты однако старик сохранял остатки порядочности это вы меня спутали мило сказала немного отступив вы мне нужны я тоже могу быть полезен вам сгинь развалина бросила на через плечо торопливо уходя переулком к людному рынку услышала сколь шорох воды тасклинусь себя щи сдох и не удержавшись вернулась противный старик исчез словно смытый дождем в канал неприятность она взяла заказ от многодетных соседей и пишу шила кучу вещей умение за время вынужденного безделия не пропала а слухаю скорой работе пролег новых людей жизнь нас налаживалась но слишком уж медленно удалось приобрести зимние вещи один заказчик обменял ее шитью на ладные бойцовские сапожки иначе остались какой-нибудь сестры бойца но печь ржавая мята или тянущая печь валяться застуженной спиной на дощатым топчатом и очень не хотелось за зиму можно набрать работ и зажить по-людски окно валетью сшить самое красивое платье уже для себя промучившись такими думами очередными промозглым днем девушка натянув на уши берет выбралась на кривую только три часа и все решила на в начале третьего часа из грязного проулка вывернул слегка знакомый человек с кем она решилась ненадолго стружится месяц назад и теперь об этом зажалела миха черноглазые нескладные с огромными русищами одет прилично выбрит даже говорил что инженер с долгой улицы она минут десять даже верила привет малютка шана твича наломался он мужчина вообще нередки и улыбал лись но миха скорее скалился тогда ему не хватало двух зубов сейчас четырех здравствуй спокойно отозвалась она глупо прикидываться встретившись вот так нос к носу с тем кто оставил на тебе россыпь синяков хоть потом указал кайлся что из чрезмерной симпатии да еще и на кривой вот же влипло что-то ты сегодня невеселый он зашагал рядом кто мешает жить дела заботы она через силу заставила себе смотреть на миху всем сейчас трудно бедная подсокол миха языком и приобнял ее нельзя оставлять такую красотку в беде давай помогу облегчить тебе жизнь и самому лучше станет а что скажешь извини не сегодня девушка ворова руку с плеча поправила курточку я не за этим уду у меня разные заботы он задумался с наглым сомнением разглядываю так и я помогаю во всякому я мастер а это поговорим о твоей байде остальные к пределу давай нет я же сказал они сегодня на резко свину перешла дорогу и ругая себя углубилась во двор еще заметив миху девушка решила прекратить свои глупые походы навсегда привязался же на мужчина бодро нагонял ее не громко продолжая беседу точно нет смотри если тебе кто обижает только скажи мои друзья с ними разберутся или с ней но когда ты глухая что ли он больно сцепился не развернула себя девушка возмущенно пискнула миха говорил по-прежнему не повышает тона она глядела сырой двор с кучами прелого мусора по углам был в этот час пуст ты чего как не своя со стороны он наверное походил на брата мягко отчитывавший сестру вашей присядем побеседовать тебе ж такую подрывая по щеке беречь надо вот отпущу тебя налетят хмурить что тогда кто поможет ну чё молчишь миху перекосила а его маслатые пальцы казалось вдавливали ее кожу мясо какой предел инженер как ты не поняла тогда сразу идиотка сам ты хмырь она вырвалась бросилась темный проволок арки поскользнулась потеряв берет поднялась и ринулась узкий пролог канчившие бетонным забором с другой стороны за кривой ограды был котлован с раскисшими краями а позади арка шана слепо полезла за забор не дотянулась до верха вон он двор душегубка сколько историй ходит про такие места сорвалась разодрав колено сморгнула слезы нащупала на бедре вшитые вдоль штанина петли державшие острую спицу а вот из арки появился вовсе не гнусный предследователь обычный замусоленный работяга она отшатнулась и он лишь тревожно промолву что с вами вам помочь да я она выпрямилась на дрожащих ногах колено сад него ох у вас кровь давайте руку помог ей прохожий вывел из арки на свет и сжав ее ладонь крепче зарал них у нее лапа крашеная ах ты бреху не рассверпел мехами дом нарисовался под козырьком нехилого подъезда тащи и сюда опусти закричал девушка но ее уже прижали колючей грязной стенке рядом возник третий сообщник совсем уж жуткого вида и широким ножом в руки захотела не раз не рыпала из бы сразу поговорили по-хорошему а теперь не в защите не хуже не смехался похожий на работяку больно сдавался запястье прижатый к ржавому поручнику лица треть или не вызираясь то пытался подаль но все пропало мига продвинулся вплотную на веса и над ней значит так ты у нас девушка бойко умная поэтому давай начатоту у меня сейчас четверо таких как ты на похоже врать не стану заботу мне тоже сама видишь много поэтому обновка мне нужно вой как крайне знаю кто тебе держит и знать не хочу или ты сама от них уходишь или тебя заберу я тоже такая целая добычливая он снова провел шуршала доню по лицу поняла что ты выдавила она из себя нет никого я сама одна держащие руки даже друг на ли сообщники бы гагатнули о присвистку миха то это и думаю нигде тебя нет ребята я и верю и что программа то она не зная спасла себе сейчас или окончательно погубила как что дурашный выпущу глаза меха мои поздравления теперь ты самой не надо чем его нужно спросила на развеселив мерзавцев а ты не знаешь пошли ко мне не обижу и до дома провожу а завтра с утра никуда я не пойду а дернулась но напрасно миха легонько будто играясь ткнул ее в нос осмотрел слегка испачканным красным кулаку злобный прошипел это что такое я тебе поганку уважаю от и горчаешь мне а не захочешь придется утешать нас троих ясно выбирай с мамы люди честные доброго ребята у вас все хорошо прозвучал участливый голос за спину блюдков миха на миг отвлекся без тебя будет лучше вали отсюда лучше вам но не отпустили бы девочку а она расстроена и вы и неприятность спокойно возразил голос даже сквозь пелену слез более она узнала до вечного старика представала как рванулась она к нему теперь но без толку хмырь держал крепко тот что с ножом неспешно подошел к пришельцу старый гуляй дальше авось еще месяц-два протянешь без тебя разберемся усёк неопрятный мужчина паник и отворачиваясь печально ответил усёк усёк стойте позовите крикнул на освободившись на миг из схватки и получил второй удар очнувшись от ошпарившей боли схликнула и не понимающий стихла старый повел себя самым гнусным и неуважительным образом швырнул жуткого хмаря какую-то мелочь вроде камушек камушек сочно шляпнул хмаря в лицо и тот издал жуткий гортанный вой подпрыгнул лягнул в воздух и навалился на бок хватаясь за темное залитое кровью пятно на месте глаза нос отлетела стукнуться в крыльцо ты чё творишь и уже работягами тну поднятый нож странного прохожего бросив шану побежал на старика выходе заточенный штырь старик даже не уклонившись метнул в нападающую новую темный предмет работяга пошатнулся но сбил меня друга с ног оба свалились в лужу однако бодрый путник поднял чуть раньше легким ударом вогнав живот нападавшего тот самый предмет перехваченный в полете нож работяка заявил поднимаясь и старик пнул его под ребра и после припечатал голову упавшего ударом сапога мягко хрустнула думаю девушка вам все же нужно помочь прохрепел старик бессильная пирожеса перила охваченный ужасом шана поняла что третий схватки он не выдержит и завертел головой поисках мехи а что меха мехи уже след простыл одноглазый здоровяк завыл держась за багровое лицо из уха работяги медленно вылезал кровавый язычок вы спасибо тупо промотала шанс потирая соб вожденной запястье старик не дышавший протянул девушку руку от руки пахло какой-то настойкой ну пойдем отсюда не смотри на них скажу лучше сколько в тебе рост и в этой брачноватой полу подвальной таверне она бывала и прежде но никогда не ела тут так много и вкусно шана почти перестала бояться а ушибы и ссадины почти перестали болеть ее спасители представился жмыхом смешное имя какого общеника приятном полумраке кому-то он не стал симпатичнее она развеял некоторые опасения с учет еще раз спасибо пробуровила шана дужовая последний куст жареного мяса просите я неправильно поняла вас тогда ты уже тыкала мне так что давай по-свойски их мелусы жмых хорошо придел мне возьми как-то с ним никого не убил а ты хотела бы их убить спокойно спросил старик недавно продемонстрирующий ловкость 20-летнего бойца не знаю и я не знаю да и толков просто не гулять там больше и вообще прекратить походы какие походы протестующие начала она понурилась больше не буду только что как-то оказался в том дворе искал тебя и нашел запросто сказал жмых нельзя упускать такую возможность тебя не было целый месяц тут гляжу к тебе предстоит какой-то фраер ты поехавший из вилла шана еще чего не хватало следил зачем также сказать дохнул старик видишь ли я еще помощника даже партнера и ты мне кажется в эти партнеры годишься ничего плохого я не делаю тебе не желаю шана помедлила раздумывая уйти сейчас или отвязаться от мутного деда на улице у тебя темнеет щека а ухнул жмых возникает у массе на три слегка он заботливо протянул девушке жестяную баночку извлеченную из кармана фокусник подумала бывшая шве стирая приятно холодящую кожу кашицу скулу и сразу после подумала что никто о ней последних пять лет так не заботился она немного смутилась жмых не же ласково прищурился понимают и совсем не доверяешь людям но людям все-таки стоит просто не доверять помню об этой разнице иначе мы бы не выжили ладно тихо ответила на что за работа особая не для всех ни капли тебе не повредит но принесет пользу кто твоя родитель камни завалом ветер и пыль прости прости я не не знал до чего там знать шана грядила в угол стола отца даванула станком на железном заводе полежал неделю дома и кончился вам и подстрелили случайно эти грабители скоттообразная сволочь ощерился жмых сжимая кулаки нет развал с девушкой гвардейцы на ректорской улице в день когда скоттообразники сблутовались и полезными на университет и ректор встретил их карабинами и скорострелками вам ушла со сменой домой срезала путь через улицу а когда орда пробежала от бойцов попала в самую кашу проклятый пятьдесят девятый год помочил жмых как в тридцатых я дрался с шахтными самозванцем и бил в атаке южных общин не думал что беда придет к нам в город как считаешь ты достойно своих родителей смеетесь горько проснесла девушка вам виднее вы все про меня знаете достойно и будешь жить достойно в достатке тепле уверенно завел старик но много важного я не знаю сколько тебе девятнадцать шана из нее винятные опаски накинул себе пару лет а тебе пятьдесят три ничего себе разваливалась на твой вес сорок был сорок четыре недовесно не сильно прошевелил жмых кулачками боровей стрижка короткая зубы целое дыхание чистое шана заметила что его зубы на диво ровные белые может уже скажешь чему все это подозрение возродились с прежней силы если тебе нужна послушная благодарная девочка то ошибся ни в коем случае замахал полупустой пивной крошкой жмых совсем другое так зачем живем мы не сладко нам обоим нужны деньги это змеха два часа назад говорил примерно так же так же но не то же самое осталось главное сыграем вытащил на стол коробочку извлекать не кубик четыре цветных палочки и стопку засаленных карт прямо сейчас да это и есть то самое дело помнишь нас и разговор сыграй со мной пять раз и получишь по желтый за каждый кон но как согласно четверку любимую городскую игру она знала с детства и уже тогда разбиралась двойных тройных и даже шестяных раскладах играла в налете в обороне смело рисковала но даже держалась одной масти против трех на деньги правда и голоретка одет или не прост или спятил я так тебе себе играю но если охота задумалась она я получил просто за игру пощекнул жмых не за выигрыш или проигрыш даже если ты сольешь все деньги твои ну как согласно кто сдает сдают старик оказался знатоком мастером но не шулером она наверняка заметила бы на тройком раскладе сильный не смухлевыш первый кону она разнес ее в пух и прах не деньги потом улыбнулся бедный бед еще и граде играть ты вместе шли ее в пользу палочки быстро меняли хозяев карты падали на стол эхо 2-0 жмых хищно скалился сдавай красавица старый хрыщ опять остался с единицами мастью и шана теснила его пехота целым войском конницы артиллерии даже мелко корпусом и не заметила как потеряла зеленую палочку знамя а потом 30 он зачем-то похлопался по животу жанна словно прищуривалась какой-то древний сыщик казался внимательнее и на ему самый срок на полке у печи валяться и не душить молодых и ведь не продерешься играя чисто удачи нет старик середе это смотрел свои карты ругнувшись бросил зыбки веер на стол засопил ничья пожалуй а причем девушка когда это сделала супер сыжмых выдала на тройку госпожу мехов разве нельзя хмыкла на можно но как же так нет все верно я сдаю последний он произнес вас вопросительно а ты думала расцвел лучше с неожиданным злорадцем подумала шана и начала давать сил стрекостровной половины позиции и обуэл холодная злость на мир за окном за чужие карты на сутенеров на мужчин вообще она забыла недавний страх оставшуюся боль живая лишь одного оставить зарвавшуюся гордеться без хода ну что тормознула отбивайся старик побагровил и встал уперев кулаки в столешницу как-то смогла отучай ты чего ж мы их перегрелся говорила я что кормят хорошо а вот пиво не очень не смешно как это тебе далось ты носишь верные буквы на руке покажи все вы мужики одинаково гикнул потерявший робот шана приспуская рубаху а на миг показал чистое голое плечо место где иные игроки надеюсь привлечь удачу накалывая особые слова проиграл так проиграл а вот трижды продуло и не я вот трижды продуло и не реву что такого то это же игра жмых тяжело дошал белки его глаз по гравире да игра из в ней но ты я не ошибся хвала богам не ошибся но в чем дело присяде забеспокоилась шана никому бы не сказал а тебе скажу ты первая за 30 лет кто победил меня в честной игре он сел и бун расхохотался сгребая карта в кучу на душе без мухляжа без гора без присловия ну стараемся отозвалась девушка давай деньги теперь ясно кто ты что дальше бери все пять он сумму для желтой пластинки и вытер слезы судорожно дыша дальше ты мне подходишь хочешь получить еще постольку же трижды в неделю может не врет а если журек соскочит навсегда успеет конечно ты бы мог и сам сейчас не могу слушай удачливая шана я давно обещал творцу сделать это теперь видно пришел срок ни родни ни близких у меня на свете нет да и у тебя тоже устанем работать вдвоем 4 дня в неделю ты будешь шить свое тряпью и делать что-то хочешь а три других дня играть с гостями в белой таверне я буду рядом вся прибыль кроме доли на аренду пополам согласна не дура по рукам нашел восторженно пожалуй и ладони жмых как же я долго искал вдруг нахмурился надень мои перчатки не хватало чтоб твои ногти увидели на улице спасибо девушка с сомнением повертела огромные перчатки в руке а а как верну завтра когда придешь ко мне нахребную жмых назвал адрес там договоримся о мелочах а послезав за работу став оланец квартиру жмыха загромождали шкафы полные до конечных книг тряпи и к исклянок нос мучили запахи спирта и чего-то жирного а во рту появился привкус старой меди добру она шепнула перчатки на заняты железками стол ты еще и слесарь и тихой почти стоек сменив мы бурый шмотен нас вертук и кожаный фартук возился за штукой походившие на двойную шестеренку это тоже часть работы но уже чисто моя счастливая у нас он стопорщик неприятные бакенбарды ты же про игру говорил не понимающие уставилась шана на железке жмых кинул именно если все сойдется завтра поиграем как поиграем но скажи-ка мало ли народа промышляет игру в четверку по префектурам в каждом втором кабаке кроме центрального массива там центровые там нельзя вот-вот а сколько из них играет грязно половина нет больше половины на скотобазе всей каждой но мы-то будем по-честному так да в тебе я уверен сам играть них стану но буду помогать мы так не договаривались нахмурилась она если что все шишки летят меня да ни в коем случае жмых бросил шестеренки и достал с полки масляный фонарь во первых мы играем чисто во вторых даже если что и стрясется тебе все равно никто не обвинит не узнает и даже не увидит идем сейчас покажу ты что много компатную занял удивилась она богат она ведь и не скажешь если вы дом совсем плох жильцы расползлись вот я и занял подешевку для работы комнаты запертая на амбарный замок имела внутреннюю дверь запертую точно также еще комнату она тут наглухо закрыли кирпичи жмых промотал возясь ключами простой игрой народ не приманить слишком скучно семь лет я думал как же быть и только год назад старик нырнул в черноту последней комнаты шана которая неясный расклад не нравился осталось комната тускло осветилось жмых торжественно произнес заходи и любуйся она переступила порог увидела и хоть и было по натуре не робко и шагнул назад ты сказал нас будет двое так и есть он не живой бодро отозвался дед густо загудел металл шана нами засомневалась но вернулась на порог не сводя глаз живителя комнаты посреди еще одного бетонного пола стояла черная тумба за не выседал таблетки огромный причистый человек если бы он стал то задел глава потолок толстые ручища лежали на стали будто великан готовился полакомиться каким-то блюдом под шапкой волос на широком переливающимся в свете фонаря бронзовым бликами лице горели желтые глазища на растянутых губах играла глумливую зубастую их мылка ну как хорош жмых стоял рядом с тушью улыбался не меньше нее что это за уродец тихо спросила шана заряда так где стал серьезен это наш спаситель я придумал его за неделю а потом 10 месяцев собирал дольше чем живого человека медь железо немного стекла резины наших и до конечных знала бы ты каким трудами все это не досталось он махнул рукой парень что надо и главное играет лучше меня и выигрывает люди много заплатит за саму возможность игры с ним он постучал по чудовищу и она ответила не сильным глухим эхом вчера ты платил мне за то же самое шана медленно приблизилась к чудищу обошла его кругом шмых довольно улыбаясь отступил давай и обзор что его движет для всех кто придется играть и просто поглазить на него горячий бар вода он только две души в целом городе по всей стране народа знают его истинный секрет шан догадалась она вообще была не глупой девушка откинула грубый плащ со спины медного чучела обнаружила еле заметную трещинку от его затылка до пояса почти брезвлево касаясь нащупал стыки и швы тогда этой минуты знал лишь ты один верно живых лук вкинул там внутри много воздуха больше чем ты думаешь спера погляди каков он снаружи смелее он крепкий а ты придумаешь и ксана прониклась простоту и мощи замысла на фигуры еще побаивалась осторожно тронула здоровенную руку нажала локти сгибались кисти свара поворачивались по силах у живого человека на правой руке гнулись четыре пальца на левой только три кто бы сказал не поверил мой чудо не такое как хотелось бы стафаланец еще мало умеет не так уж много как ты его назвал был в до конече до дня трех солнц такой народ у срединного моря стафаланцы горячие ребята и красивые девочки тысячи лет никому не давали спуска то воевали то грабили торгашей а то и своим королям давали жару знаю слыхала ха шана попыталась приподнять руку и этого удалось не сразу тяжелая таким отчаянным сам творец велел придумать игру четверку именно теперь полезай внутрь старик стащил с фигуры шарф и нажал на дюжину пластин затылок и спина фигуры почти безумно распахнули став причудливой дверью узнаем сработаетесь ли вы разуйся шана стянула ботинки устадившись что жмых даже в полумраке заметит черную кляксу на пятки чулка просочившись из трещины в подошве она взялась за створки устаюшую звуку и тьму металлического чрева попросил посветить свет больше сбил стоку придав сделал вид мятого котла отправленный в него барашек взор просто сиденье мягкая девушка шагнула внутрь опершись какую-то планку опасливо перенесла туда вторую ногу и разом скользнула вниз не спев даже охнуть сердце подпрыгнуло и трепыхалась она подняла было руки но почему-то не смогла переборов секундный переборов секундный страх поняла что руки упали пару широких трубок и вся она уже сидит внутри уродца заполнить его собой как ядро скоропу а я уже в мужике бывает хохотнул их жмых я закрываю попробую его растормошить она в дело лицо внутрь у маски нас же все наоборот защелкали потайные запоры не боишься тесноты жмых мягко нажал ей на шею заставив на миг уткнуться в ткани обивки и заперши она окончательно мир сразу пропал а волосы на голове зашевелились вот зачем нужна короткая прическа что он молчит и топчется вокруг посветил бы нелепая кукла стала опасной угрожая призовить со всех сторон шана осознала что ей не выбраться отсюда собой хоть ее и отделяют от мира несколько миллиметров металла хоть воздух идет или нет еле удержавшись от волны паники она с облегчением выдохнула увидев свет со чаще всего две прорезки закрытая желтоватым стеклом судорожно глотнув ответила чего бояться тут даже весело другого и не ожидал глухо прогудел жмых и фонарь и засветил ярче все видно шана подвигала головой но больше глазами стафованец был и впору человека чуть выше или толще несмотря на свободу в плечах он просто не впустил бы сфокусировал взгляд в метре от нее стоял нагнувший старик будто любуюсь новорожденным поживаешься просто кивни чтоб тянуть джимми паровой ногой там педали шана без результата надавила подошвь чудище нажал еще еще не идет сам их молчал изнутри в вне что слышно хуже чем наоборот топнул что было мочи и сограгнулась и мягко ткнул затылок заставив ответить крохотный поклон и твоя кукла не свернет миши и молодец еще механизм безопасен старайся двигаться вплавно не слышит ладно попробовала кивать стало легче жмых велел подвигать руками шана ожидала деревянности и тут но трубы перед плечей пластины кистей заходили довольно живы хоть и не ровно как у пьяного металлический игрок приподнял обе лапы плавно жал и разжал ущербные щепотки жмых сунул в лапы карты тасует твой противник или зрители ты лишь ходишь и держи левую ходи правой ручище скрипели и дергались но держали карты аккуратно вместо веера их ставили лесенкой из-за первой карты выглядывали уголки следующих чтобы видеть масть жих пробурчал что-то рифмованная поднос и начал игру игралось утомительно но и времени обдумать ход стало больше дышалось легко хуже было терпеть стесненность движения голова склонилась сантиметра на три руки намертво привинчены к тумбе в районе локтей поднимались не выше чем на ладонь еще а ух ты смел зажмых ну как привыкла не дергайся сейчас он зону в ухо уродцы пинцет стали поехалась по ее шей стихим но отвратительным вызывающим гусиной кожу звуком подцепила что-то и вышло наружу я убрал глушилку теперь тебя слышно но на работе я ее вернул вдруг чихнешь правда она задумалась мы не проколемся как-то докажет что машина легко в подвале таверна есть котельные трубки оттуда входит тумбу ста фаланса а там шлют пар в тело руки и шею манометр шатуны поршни все видно пусть проверяет тумбу будет греться как раз чтобы держать твои ножки в тепле здорово оценила шана а если гости разозлятся таверна выпивка все такое жмых поднял дубинку и врезал сша не лицо то есть ста фаланса в голове все на миг запрыгала душа рухнул пятки но девушка осталась цела как упрячущая морда псих ненормальный запил она очемился свою железку а если если я ненормальный псих значит не того как обычные психи логнулся жмых значит опять же что я нормально не так ли я доказал безопасность твоей работы став собран из очень плотных пластин пулю конечно не сдержит но в таверне и не стреляют спасибо убедил открывай меня сколько нужно поработать четыре часа днем три вечером и два после полуночи если за плохие что же техника не идеальна и ста фаланец отправиться в починку но не злоупотребляй выбираться было гораздо тяжелее стал удивительно снова ощущать себя на воле жмых он на меня смотрит он на всех пялец и как на него не гляди так устроены его глаза психологический эффект понимаешь да и настоящий ста фаланс и если до конечных книжках пишут правду были нахалами с почином обнялый старик приходи в белую полудню как я рад что ты согласна а уже на лестничной площадке шана задержалась а если бы я узнала про это и не согласилась завтра милой ласково ответил жмых и заперся в квартире вместе с чудовищем и и и и и Игра. 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 ногу ловко вправил кость и наложил повязку когда зверь к радости шара зашевелился жмых отнес его к печке и строго сказал теперь о деле став начал сдавать и это увеличило интерес к нему у тебя будет лимит поражений так чтобы давать игрокам надежду но не ронять слова сейчас будет пять поражений будущем месяце 8 а после 3 если концу последнего дня месяца лимит не исчерпан смело сливай игру под тем шим ребят а если наоборот солью больше нужного и слушать не хочу не сольешь ты же лучше иначе я бы не выбрал тебя и я ведь не железный улыбнул шана но старик секунду рассвербил ты это став а он железный забыл и вы не можете проиграть он слепо зашарил по столу схватил шила и согнул его толстым пальцем в дугу шана бледная смотрела на него и вспоминала расправу старика с малой с парой молодых мужчин ну что ты все хорошо поспешно сказала она я лучше знаю но ведь бывает жмых втянул воздух носом и ртом будто загасив с полых лучших глазах огонь извини шаночка что только на меня нашло это вздору деньги на все еще нужны вот что не даст тебе утомиться он протянул мешочек странно пахнущего порошка а потом выложит дырху на пару суток сомнилась девушка знает такую нет милая добавил туда всяких травок чтобы убрать последствия я учился этому травников предграде и знахарь и красных скал и испытывал все средства на себе хорошо она сомневалась но надеюсь что обойдусь без них я надеюсь ну иди не буду тебя докучать это оставлю себе игрок боец странник механик портной задумал чего сказала шана кто-то жмых человек мирно обнулся он работа и зима закидывала горожан снегами и студии на бешеными западными ветрами девушки скрытой уютными стенами таверны и мягкой броню и ставку было наверное теплее всех началась новую нервную но интересной жизнь свои дела шана поправила быстро деньги копились ела на хорошо спал теперь на толстой постели и даже начала откладывать про запас трыжи в день старый жмых тарахтел полным денег котелком легче всего было обыграть нетрезвых такие приносили дать ужины желтых за день труднее приходилось не молодыми рабочими мастерами опытом в игре а еще со скотобазниками не норовившими обмануть шана быстро изучил их довольно глупые финты и вскоре предугадывал их за несколько ходов встречая однотипные выщрения уже не с азартом со скукой кроме одного раза развязный хвостун пообещал пнуть става в случае выигрыша железным человеком уже на удивлялись и жмых допускал к игрокам советчиков что нависали над их плечами и лишь сбивались толку к игроку подсели урод ливый одноглазый верзилы и две девицы похоже на тех в кого осенью и хотел превратить теперешний соперник миха она ужаснулась попытки своих пальцев скрутить нехороший жест к счастью став не дал этого сделать зато в волю посмеялась над вытянувшимся после трех поражений подряд лицом михи жмыха поганец судя по всему не признал а шану тем более она показала михи язык когда его оттаскивали томящиеся в очереди игроки миха бесновался и и приходил отыграться снова и снова пока это ему не надоело шанна лишь злорадно улыбалась ему в лицо она победила другой игрок учимевший от ярости однажды бросил безнадежный груз скачал на тумбу и схватил став а намереваясь открыть его страшную башку шана испугалась но дебоширы быстро успокоили дубины охранников таверны дебошир кричал люди гляньте как он боится за свою железку может потому что он колдун и машина нехорошая публик неодобрительно заворчала на него но часть пришедших с недоверием и опаской уставились на старика тот лишь сложил на груди руки и спокойно произнес что-то имеешь ввиду друг какой я тебе друг снова вскинулся человек охрана повисала на его плечах но по знаку жмыха ослабил охватку все слыхали про мерзких умников что ночами смазывают крови невинны свои вещи чтобы они не ржавели они бортились зал зажужжал шана тоже знал о таких слухах и страшно боялась трестся с черными жертвователями хотя не она и никто из ее знакомых никогда таких не видел но теперь слова обыгранного мужичка и и лично смешили ну ты даешь старик развел руками поворачиваясь от конца до конца зала кто-то из братьев и сестер верят детские сказки пустите его ребята будь ехом мерзким колдуном разве боялся бы я става разве выбирался бы сил с течения его каждую неделю когда он вашей милости изнашивается кому я запрещал приближаться к нему и проверять даже в ходе игры а невинная кровь ну на попробуй смазать ее свои мозги чтобы играть по ловше он бросил обвините ли маленький пузырек этот поймав образ левого повертел руки посмотрела свет открыл десятки гостей напряженно глазели то на него то наш михату на шану которая проигрывал в голове считалочку дожидаясь минуты освобождение масло растерянно произнес мужчина зал расхохотался и проводил осоромленного правдоискателя злыми шутками но с тех пор в шане поселился мне и насчет зумыха конечно он не жертвователь но его ловкость и не старческая сила главное странное снадобье которые действительно быстро помогали ей и ей и животному пробуждали в девушке мрачной мысли кем он был чем промышлял до встречи с ней каких изощренных приемов нахватался у общинных учителей которых говорил что если во им прекрасный день он скоро к ней дурман и она чумеется был своими дом ходили слухи что такие знахарь приводили к себе людей с улицы и обработав сажали на цепь заставляют служить себе и проделывать ночами всякие грязные дела но будет ли такой колдун точнее травник лечить кота вряд ли а что до лечения самой шана то будь она хозяйкой стаффа заботилась было работники точно так же нет я бы выцедил его кровь и должен нам в лазарете шприцом и закачала стаффа в сердце если бы она была потешала шана как над подростками не знавшими секрет старика и отмахивался дурных мыслей а недоверчивых желающих проверить стаффа не становилось меньше жмых улыбался и пожимал плечами люди лапали и нюхали шанин доспеха и она находясь впритык ним строила чудовищные рожи разочаравшись суеверные чудаки уходили и игра продолжалась шана перевидела перевидала лица и руки всех пород горожан инженеров и лавочников менторш и шлюх из окружения заводских хозяев и грязных оборванцев пришел раз темный и обстоятельность страшнее михи распять проиграл четыре кона выиграл пятый но проиграл еще и после отказа жмыха вернуть деньги не громко пообещал встретить старика для беседы другой обстановке жмых лишь посмирился несмотря на то что мрачный был вышкарим вожаком шкатобазной шайки случалось смешное десятник них корпуса остался к середине игры с полным составом мехов но не смог управиться со своей мастью талисманом под общий хохот шутки проиграл за вечермесячное довольствие болевшие за него братья и сестры с корпусу устроили с насмешниками большую драку и только усиленный патруль разлучил их происходили чудеса в тридцать первый день месяца уже за полночь к ней пришел сосед по площадке тот самый отец большого семейства недавно потерявший работу проиграв он треснул было став полосу но ненавистно взглянув глаза шаны кусающие губы от оборвавшие сомнений плюнул и остался еще на кон она дала ему выиграть трижды исчерпав лимит поражение иначе сосед не добыл бы своим детишкам молока жмых не возражал на утро сосед разбудил ее тарабанив дверь и отдал стопку о должной милости рассказав о невероятной удачи в таверне уго в сговоре с ними подъявилась шан она поздравила с победой а чисто сердце шея и спина вскоре начали болеть руки плохо слушались она еле добиралась домой а раз упав на гололед долго барахнулась застудилась лекарства помогали плохо шана забросила домашние дела и шитье но это тревожило мало став зарабатывал слегкой в разгар зимы шана трижды за день испортилась едва начав движение в корпусе она шипела скрученные страшными судорогами и ломотой в костях став превратился в орудие пытки шмых погревав опущены выгоди дал неделю отдыха но толка не был вставклинил и пускал горячий строй пара пугая публику почти каждый день кури мои травки они точно помогут без апелляциона зовем жмых шана бунтовала потом было но старик был непреклонен трава быстро пришлось и по душе что-то с ней в это время сделалось она стала внимательнее к игрокам хотела больше узнать о них поругать или пожалеть иногда приходил горячий безжалостный след за то что они с жмыхом обманывают всех этих бедолаг он слова на делом особенно жаль было парня студента просадившего за вечер все свое довольствие это что ему прислали из дома родные шана хотела помочь но встав был против после серии позорных проигрышей железной махи нельзя было плашать до конца месяца помнишь вышкаре что хотела поговорить со мной говорит жмых копая став узели еще бы не помнить на деле шана помнит его плохо она хочет спать пришел ко мне поговорю про то каково душе за пределом сказал что-то про сроку утопал какие-то мерзавцы спутали его с работягой да и зарезали одну судьба гушана закуривают тонкую палочку садится прямо на том бу спиной к ставку завтра я ухожу напомни нет завтра будут вешать воров а потом на миновом дворе пойдет распродажа излишков того что сдали осенью общеники народа у нас будет мало и ты слушаешь шана кивают жмых долечивая страшилище и присаживаться рядом с ней все трое молчат палочка истаивая дымит пахнет старик другой девушку за плечо все хорошо вижу ведь что нет слушай маленькая шана ты мне как дочка зла я тебе не желаю мы заработали достаточно и ты вложила в это столько же сколько я сам если ты устала если уже не готов можешь остановиться хоть сейчас хочешь они мне снятся руки карты над ними морды эти просыпаюсь и ног нет чуть не чулок и стать не могу думаю нельзя пока не отопрешь вижу и жду ты не врешь нет отработай месяц и прекратим только скажи а сейчас иди домой отдохни и хватит курить это прошу тебя хорошо она жадно вытягивает из-за курка последний дым пытается вытянуть еще при сжигает губы шевелять окурок на пол приходит код учит лезет на колени власти на улице студенты все в сером фуражки с заушенными на бекре не лица кривые с какого перепугу он повесился да еще и в самой общаге но были в жизни не лады так что же тем более нас шах на и не то что неженки городские завали их шлак может ему кто помог найти и порвать выкид выкидка фэм порву да тихо ты в городе всюду уши один из парней настороженную костица наша на минуту и продолжает тише врач сказал что он сам может его гай игра бросила ты что будет другой она же сама за ним белую ходила а дала ему свое удовольствие чтобы отыграться а шестак возьми и все продуй шана тормознул удивило вид что есть сапоги и снег прислушивалась как не продуть этому железному пахту нос кольких он уже стоптал своей четверкой дурак то никто не заставлял 6 шестака садится вслез в долги играть не умеет уши она заколола в горле и она растерянно ответила незаконному кому но я ведь не знала ни о ком не знала и не хотела агнату даже помогла сама могла трезвый дома сестрица весело сказал встречный сядник в подъезде встретил гнат снова поблагодарил что дала тот раз долг знал бы он сама заперлась растопил он печь завесила тряпкой крохотное окно донула под топчан подцепила пласт толщику арки линолеума свернула в бок извлекал плотный кожаный конверт раскрыла пересчитала пластинки если поменять печь то к новолетию останется еще на восемь таких же и на пяток платьев о которых мечтала и не к новолетию а уже весной вот и только ее изнуряющее тело и точащий души работу разве она сделала кому-то плохо напротив даже спасла где бы без меня были сказала девушка смежной соседями стенка смеявшись прошлась по комнате обращаясь к невидимой слушателям словно жрица боги сказали живите сказали укрепляйте благо и растите над собой чем же шана с длинной стены не угодно она выполняет заказ девушка она выполняет наказ девушка собрала блестящих как золото пластинки веер и приложив короны голове закружилась маленьким вихрем я спасаю вас дети храню вашу жизнь и деле мать живу я душа мира ха 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 люди и почитают она в силах радовать их и печалить влиять на них мять их жизнь шана вспоминала своих соперников ясно увидела того студента шестак и или как его ты его убила на разозлённые люди обвинили жмыха в обмане он напомнил что всю игру даже карт не касался передав это дело случайному зрителю несчастного зрителя схватили за шиворот и вывели на улицу больше она вроде не видела а еще раньше только теперь она осознала что сделала за эти месяц очень много больше чем нужно и охватил жгучий отчаянный стыд бросив пластинки сорвался конца тряпку шана бухнулась на одно колено обращаясь к приветливо режим закатному лучу прости меня светлая госпожа я глупая недостоин осмотреть на живой свет дар богов не занялась дурным нечистым обещаю тебе что не буду причинять зла на тебе ни другим тэм детям буду из игры к кончится договор это уже скоро обещаю отдать половину добычи обделенным только прости она дорожала не смея поднять глаз на медленно уходящий луч боль и ломота вернулась с прежней силой но она терпела когда вокруг стало темнеть не твердо встала на ноги лезвы к постели шану укутывалась только дело и все не могла согреться дернула ткань на себя она плохо потянулась девушка открыла глаза и глухо завыла втирая спиной в стену рядом с ней почти касаясь лежал на боку женщина твоя сестра холодно уходить ну тоже я возмутилась девушка несмотря на стягивающие руки и ноги ужас и нет у меня сестер разве ты сейчас такая спокойно отзывался гости мы разные я стану такой как была вот уйду от жмыха и стану обещала служишь убирайся она столкнулась другую шану на пол и услышал противный хруст гости никуда не пропала только просто налог схватившись за шею шана пришла взметение как можно нарушить обещание богини да и вдруг это правда ее сестра маленькая хана умерла в пол в полгода когда шане было пять как она выглядела бы сейчас тебе больно коснулась она пришла девушки толкнул из пол шана выскочила в переднюю вернулась пузырьком и взятый уж мы хиппеткой у вас левого запястья гостья и пальцы приподняла голову открывая шею это хорошее масло поможет тебе лучше голова отяжелела и ткнулась пол но на шану смотрел ее копия грубовато выполнена из меди и сделаны в какого-то темных волос копия широко лба спасибо сестренка поскорежетала уродка не разжимая крупных металлических зубов ледяные руки поднялись и стиснули девушку в страшных сил и объятиях шана закричала и кричал тех пор пока не проснулась пустой квартире печь опять остыла раньше времени было холодно темно и пахло лекарствами большая игра жмых объявил о незабываемой неделе перед большой починкой страницы стаффа и лет попервалом народ разгорячен народ доволен говорил старик растирая ей плечи как мы их все идет удачно деточка теперь про стаффа узнают даже за горизонтом далеко согласилась шана каждый вечер на снова тишу горожан и каждый раз ложась спать уже под утро говорила себе не обижай их теперь главное не обижай в предпоследний день людей хлопнули в таверну еще с обеда когда шана стиснула стаффа публика обрепила все лавки табуреты и столы ссорист на месте в очереди к заветной тумбе люди разных префектур смешались в кашу впервые она владела заводской впервые она видела заводского приказчика нехотя уступающего места разлохмаченной старухи синего форта работяг опершихся локтями а спину ментора жреца скопом облагословляющего детей народа на удачу к толпе начали воровать но десяток бойцов быстро притек негодяев ставал ланце стало невыносимо душно дикий гвалт быстро утомил ее началась игра и люди сгрудились перед самым носом не больше двух конов с брата предупредил жмых и началось к вечеру шана похудела горячие интрусы огналась не симпатов глаза начали вслепить от постоянного вглядывание младноватые стекла а руки от локтей и ниже вздулись веревочками жил победа еще победа ничья раздосаданного мужика оттеснили молодые парни вежливо пригласившись игре сухого мягкого старика совсем уж древнего старше жмыха один парень взялся было за карты старец отнял кололы ловко перетасывал редким чуть не шулерским манером не отрывая внимательных водянистых глаз от стафа раздал карты быстрым хлюстким бросками собрал карты и палочки в кулак сильно подбросил кубок кубик поймал хорошие внуки и дед молодцом подумала шана соперник почти разнес шанов в первых ходах и не собери на свое все свое внимание поражение было бы не избежать ум и пара удачно попавшихся карт помогли девушки вывернуть ничью еще бесцветно сказал старик жмых покевал и принял деньги теперь стало легче но гости впрям оказался мастером игры окончилось снова в ничью интересно проскрепил дед еще простите но не сегодня печально сказал жмых лимит два кона удвою ставку игрок не просил а скорее отмечал факт жмых по барабанил пальцами поставку плечу и сказал нельзя дружище все кто тут собрался ждут игру состав фалансом а многие уже не успевают приходите завтра буду рад и старика окружил голова очереди поклонники шлепали по спине говорят тебе нельзя тут все равны подъем деду лишь наглый старик молчал его спутники отбихивались самых настойчивых шум поднялся до потолка хорошо хорошо скребучий бренд старик если я поставлю это он быстро передел передал что-то жмыху из своих образу шана не видела ничего кроме стола и части зала люди продолжали бушевать опять подерутся стал решил девушки сдрогнула толчка жмых оперся настав всем телом ближние посетители замолчали палец кто-то вправо вверх видимо на жмыха он громко булькнул что-то в неврозумительное и севшим голосом сказал доброго вечера господин внутренний про ректор простите старую дурню за дерзость однако эту я вам принять не могу но держать ваш знак высшее счастье для меня оба парня вопросительно глянули на игрока тот вяло отмахнулся и проведя ладони по обметанной седым пухом голове поднялся с места принимая от жмыха свою вещь нутро таверна загархотала совсем необычно по-новому почти складно все до кого доставал обзор ушаны встали попятились отшатнулись назад мужские исторические девичьи чистые грязные лица перекосило все кто носил форму вытянулись по струнке залпом гаркнув сотню добрых лет народу стало свободнее дышать ухода возились некоторые зрители спешно покидая ли зал 1 шан осталось сидеть и вам доброго вечера друзья проскрипел странный гость чина усаживаясь на место никто его больше не мешал всего один кон поднял он был глаза на шану пожалуйста расклад уважаемого старика оказался слабша напомнила что проигрывать нельзя так так про ректор нахмурился и заглянул девушки в самую душу она оторопила и опустила взгляд упершись лопатками в твердую спину монстра вы можете взять деньги господин от нужно произнесем их откуда-то и став откуда-то и застава простить стали сопят все пытался заглянуть за за решетчины и закрытые стеклом пройдя в родливой голове позвольте он нагло пощелкал и стукана по миному лбу достал длинное перо и постичал он все ищи в свете то слухам плазище молодые окружили става рассматривают ругой оказалось все детали механизма шана втиснулась в металл как можно глубже дрожа и сгорают ледяного пламени глажащего и от спины до затылка внутренний проректор первая сила страны после трех богов и господина ректора хочет расколупать орех и докопаться до правды сейчас будет недоумение потом жаркий позор а после хорошо если суд кривой дом селетряные работы виселицы на торговой вешают воров да ты никому это не ты когда это не видела потому что боишься смотреть на плохое прошу прощения механизм довольно сложен и тонок пролучал в ее черепе она зажмурилась не желая погибать стуки кончились теперь голоса решали ее судьбу послушайте как он все-таки работает жмых начал сбивчиво объяснять фоном услужила мертвой тишина старик не перебивал и только когда хозяин став и закончил про прошмакал а как подается пар только не говорите что вещь до конечная конечно нет стафанец мой труд он запитан от котла если угодно можете посмотреть пар идет сюда в распределитель и поднимается к трубкам права приводов так а чем он думает хмых жмых осмелел и уже бойко рассказал о чувствительных пласти тинках ладоней став различающих поверхность карты палочек своего часть имевших каждое уникальное и филигрань из тонкой проволоки таким же материалом покрыта тумба и став легко распознает масть и достоинство карт соперника некоторые слова истинная движущая сила става слышала впервые только мы не слушала она скручивалась насколько позволяла тюрьма и только легкая вибрация бегущего под ногами пара скрывал ее дрожь наконец наружу что-то произошло и мучение прекратилось жмых молчал посетители сдержанно гудели громыхаем мебель сейчас хватит шана обмякла и поймавшим тело кукань как мертвая тогда новый стук привела чувство вокруг было темно в бок снова постучали жмых по голосу сказал все в порядке завтра он не придет спускайся конец с точкой снега лежала навалом но он уже стал рыхлым и слоистом наверху от крыш до жуткой высоты разлилась восхитительная свежие сени внизу проявились пятна грязи и они пожалуй единственный раз году радовали а ночью во дворах сражались коты первый день весны и она веселая довольная прозор прозаевшие летела вдоль пахнущих особой прелью колочных рельсов высыпавшихся спорных фасадов на хлебную улицу на нее косили смурой женщины двое встревожных мужчин заняли пусть тяжными вопросами чтобы узнать соответствует ли голосовой хозяйки а попавшийся по пути мех мехи на тони и мехи чтоб пялиться разбрызгивая носами на новеньких сапожек талый снег шану сбежала в знакомый двор поднялась гонько заторбанила в темную разбухшую с осени дверь входим не заперто развал сожму их на пороге встретил код шана сбежала в комнаты код проследовал за ней и обогнав принялся скакать урча и облизываясь не взяла я тебе колбаски завтра принесу доброго зву их старик поднялся и навстречу из-за стола занятого желтоватыми листками каких-то схем тихо и добрые гости тебя теперь и не узнать ну нашла себе его был сон не нашла сделала сама скоро открою лавчонку на пороховой рядом с белой таверной и назову уста фаланса как тебе такое всегда знал что ты не пропадешь вас хитился жмых но какая ты стала за месяц что хороша девушка закружилась превратив свою бочку в колышащий серый цветок старые вещи сменились черной кожаной курткой ладным закетом и сорочкой с белоснежным воротом на голове красовались плотная шапочка украшенная достающим плеча хвостиком с кистью на конце как любили носить центровые дамы прекрасно заявил жмых встретить тебя при другом раскладе сразу бы скинула лет с дюжина но ты дочка моя маленькая шана я тебя люблю и став а куда бы я без вас шана подскочила к старику и повиснув на его шее крепко чмокнула в дряблую щеку но это не все поздравляй дальше уху еще сюрпризу ну давай она уселась на заменяющий стул ящик расправила складки юбки он зовет меня сказал что готовит венец уже это ведь чудесно милые растрогался жмых садясь напротив когда свадьба перед новолетие всего три месяца осталось ты первый кого приглашал придешь старик заерзался и принялся перебирать свои чертежи видишь лишь она не могу обещать я даже не знаю будет ли жив и цел пас буду ли жив и цел послезавтра почему встревозил девушка кто тебе давит кто кто тот кто полюбил став а больше других господин внутренний проектор опять поездилась помню в зиму шана я думал он просто спросил тогда и все нет его люди приходили ко мне и просили привести став у университет не изучать в том что став машина я их вроде убедил проекта хочется бы он продолжил играть но уже на их условиях мне обещали треть дохода но ведь это хорошо я-то думала пара недель у меня свободно давай подурим их а там и став сломается хитнул шана а ты найдешь другого игрока взамен меня то было невесело произнес шмых я тоже так думал до сих пор не нашел никого легкого и шустру кто играет хотя бы не хуже тебя комплимент шане понравился но и печали старика и и тронула ладно тебе киснуть помнишь я же не железная найдется кто-то еще я помогу поспрашиваю ребят с длинной стены а ты сходи что ли на скотобазу там всегда хватает ловкачей лобнулся на однако старик только отмахнулся я везде искал не нашел ни одного понимаешь и это еще полбеды господин проректор хочет установить став у прямо во втором корпусе под боком ректор а то ну и что подвал он и универе подвал если бы он дал комнату на втором этаже да я заговариваю им зубы про массивность машины делаю то есть на вид когда они просят раскрыть секрет приводов даже делаю чертежи став и для отвода глаз он потряс пачкой листов и бросил их на стол но там внизу склад как я не бился проректор не преклонен теперь встав будет не попасть а значит и игре и мне конец шара задумывалась осознав безвыходность положение жмыха переезд назначен на послезавтра даже телега готова пару дней я положу их за нос а потом он заскреб столешницу ногтями понурился слушай девушка решила хоть как-то смягчить часть пусть старика на плите им что договор хозяином белой таверны требует еще месяц игр поговорить с ним заплати если что я помогу потянем время а там и человека может найдем слышь жмых поднял голову поморгал неуверенно протянул о таком не думал послал же мне тебя творец той осенью дельная мысль он скачал с ящика лихорадочно забегав глазами по комнате перелопатил листы бросил выдавал ящик в столе вскинул голову уставившись на шану не хуже стафаланцы и застыл радужки его глаз будто вертелись как маленькие спирали все верно наконец принесу он совсем без делал я не сидел почистил ставку расширил утро приготовил кое-какие мелочи ну вот облегченно сказал девушка от унывать надо идти до конца точно шана детка склонился он на ней сейчас сильно занята ну с часик есть хватит и получас проверишь как став ведет себя теперь кому-то чудищем ярко свечи освещали свечи код увязался за шаной норовья прыгнуть к ней на руки швепая лапами по ее ногам окольцованным ярким радужным полосками а ты перестал экономить на свете смехнулся на код не сейчас не хватало мне затяжек на первом выходе какие славные чулочки прокомментировал жмых с доброй усмешкой думаю твой жених оценил их по достоинству оценят сегодня засияла шана а ты не пялься старый гуляка подумать и в этой красоте я хотела лазить по кривой улице пости мать до далее что я оступилась тогда я держу обещание теперь все будет по-другому став все так же не изуверски улыбался но больше не пугал жмых отчистил его от копоти таверны и он съел как новый чайник все пятый раз она видела его со стороны ну какие валики ролики указала на на привинченную кнутру затлучных пластин шестеренки когда компонент раскрыл вход зачем чтобы став лучше кивал и открывал новые чили до лихания того что внутри тот кто внутри а раньше это было только я фыркнула девушка уже ревнуешь его всех моих ну тебя давай пробовать и учти если я порву вещи убью тебя раньше университет универских она скользнула в металлическое тело и ощутила больший простор мягкие стенки будто чуть-то двинулись только вот маслом пахло особенно резко нет что ты будь спокойно уверен зимых замыкая пластины шана потолкала педали с неудовольствием ощутив прохладную твердость старик зачем-то вытянул подкладки защелкнулась и кубовая голова кто кот забрался на тумбой удивленно нюхал говорящего стафаланца шана пошевелила пальцами звери в недоумении сверху недоумение это нос назад кот быстро выздоровел у тебя золотые руки не думал пойти в лазарет там всегда нужны хорошие врачи как-то его назвал для таких дел я уже стар а кот да не знаю так и завоеву код как устроилась нормально только ногам неудобно живых появился в поле зрения а полокотился о том бы печально заглянул в глаза девушки я и правда не мог придумать ничего стоящего и никого похожего на тебя во всем городе не нашел пойми шана ты лучше и это увидел еще тогда на кривой ты очень-очень мне помогла эту этого я никогда не забуду спасибо но поиграем поиграем он дернул бутафорский рычаг тумбы позади стафа раздалось зудящее гудение и шану более больно кольнуло в спину а и жмых что за хрень крикла у нас стукнувшись в медную рожу и грудину прости меня он и не сдвинулся с места чтобы помочь думаю вместе нам будет легче чем борзень железные струны в ногах монстра на миг обвисли и начнулись с новой силой разрывая плотную ткань чулок выкровандилась холодные острые пластины вместе с этим защелкали шестерни у затылка быстро наматывая волосы девушки на свои зубья то что звездного шана извиваясь тесной камере ноги и руки разом скрутируя жестокая судорога мышцы сворачивались узлами жмых спятил скорее наружу но как машина наполнилась голом шестерни и сживали волосы и задрали голову к темени стаффа кожи лица начинулась так что глазам стало больно щекотно что ты делаешь зачем выпила насквозь слезы открой шлакоед в желтых стеклах замер жмых отступив на шаг он цепился руками в колени и не мигая приоткрыв рот наблюдал стафала из дрогнула хаотично будто еле сдерживая себя начал трясти уродливым черпом шерсть кота встала дыбом он сбежал в дальний угол и дико смотрел жмых смотрел зачарованным почти детским интересом что-то задумал открывай скажу баги он тебе выкидка на куски прорежет стало горячо и шана не сразу поняла что это кровь сколько струн распорол ей ноги вместе с болью в ней разорвалась ясная мысль это же жертвователь я же думала думала почти сразу отступник мерзкий колдун на все руки мастер маслами он лечится но и это исчезло с осыпляющей волной прокатившийся по телу снизу вверх когда из железных подошв выскочили по четыре лезвия играющий рассекающий кожу тонкое мясо и мелкие косточки сделал в пальцы и и ног втрое длиннее чем положено став взвул и заходил ходуном тумбу белой лихорадкой не казалось что двухцентр нервная масса вот-вот сорвется с основания голова страшно стонала и трахтела корпус гудел хаотичным ударами на комнату сыпался мелкий снег потолочной и стены пыли минуты через три все закончилось став у устал и смолк старик с трудом передвигая трясущиеся ноги подобравшись к самому его лицу и попытался заглянуть внутрь темно стафаланец захрипел и клюнул хмыков в упор разбив нос и губы хмык шмякнулся о стену фигура завопила нечеловеческой с хорговоркой сгинь вылить сама вылезу и порву руки чудовища потянули их жмыху но цапнули пустоту раз другой и слязгом упали голова забилась как крышка перегретой кастрюли став оторвал предпричь от тумбы и резко выпрямил их разводя в стороны влажный хруст и пронзительный крик слились в единый оглушающий дуэт миг спустя внутри стреском лопнуло что-то большое и мягкое код зашипел и прижав уши умчался впрочем с комнаты из подъезда со двора став лязгнул и резко мокро всхликнул головище дернулась сбок и заклинилась потом медные челюсти показались медленно раскатываясь темно-красные дорожки все прохрепил старик уродец весело пялился на него жмых растер кровь по подбородку какая сильная потрясена выполнил он никто не заходил так далеко он медленно приблизился к фигуре обошел вокруг потыкал палкой в голову в мертвые пальцы провел постыку спинных пластин на мертво схваченных заборами под ноги попалась лишняя вещь жих поднял поднял шапочку шаны увенчанную кокет его хвостиком вытер ею кровавые потеки и наставь прости если сможешь малышка я больше не сделаю тебе плохо никогда заглянул огромные желтые глаза поднатужившись придал металлической голове правильное положение принес склянки и принялся капать в стыке машине бурые алые желтые составы приволок ворох одежды и начал драпировать фигуру приводя в приличный вид я не хотел но проректор дал малый срок что успеешь за два дня надо верить старик накапал немного жижи на ладонь и тщательно втер ее себе в лицо кровоподтеки полученные от отчаянного последнего ровка шаны быстро рассосались оставив небольшие розовые пятна целый час он сидел на полу напротив мертвого существа поглядывая на него со смесью паски и наглого любования будто голодный на кусок сыра которую он задумывал стащить с прилавка а потом встал и поднес к тумбе стул уселся достался карман на коробочку в ней были карты четыре палочки и кубик оживая играешь то ли иначе на обратился к ставу вкладывая в судорожность застывшие пальцы машины карты бросил кубик выложил засталенную карту на тумбу стафованец дрогнул скрипнул суставами и напустил свою карту на стол